Спонсор показа новостей – магазин «Обойный рай». Сеть специализированных магазинов «Обойный рай» – лучшие предложения по цене, качеству и дизайнерским решениям для оформления интерьера. «Обойный рай» – это более 3000 видов обоев от самых простых до премиум-класса. Фрески, потолочная плитка, ламинат и межкомнатные двери – отличное качество, цвет и дизайн. А также шторы с разнообразием рисунка, фактуры на любой вкус, под заказ или готовые. В магазин «Обойный рай» приходи и выбирай. По адресу Московское шоссе, дом 53 и Северная площадь, дом 5А. Как всегда, «Обойный рай» удивит своими ценами. На канале ОТВ Серпухов новости. В студии Андрей Маняхин. Здравствуйте. Главные темы пятницы. Финальная подготовка. Глава Серпухова Дмитрий Жариков в очередной раз проверил ход работ по благоустройству. Комфортное ожидание. В Серпухове завершился ремонт платформы и касс на станции. Тренажер для ума. В Центре интеллектуального развития «Дети будущего» научат решать самые сложные арифметические задачи. В Серпухове начали благоустройство еще одного сквера. На улице Чехова появится новая пешеходная аллея с клумбами и освещением. Ее планируют сделать уже ко дню города. Этот и другие объекты сегодня в ходе очередного объезда проверил глава Серпухова Дмитрий Жариков. Где работы уже близятся к завершению, а где только начинаются, смотрите в нашем материале. Отремонтированные кабинеты, новая мебель и рабочие места. Офис многофункционального центра готовится к приему посетителей. Но оказывается, что на объекте в некоторых помещениях еще не закончена отделка. Открытие центра намечено на 1 сентября и, по мнению главы города Дмитрия Жарикова, отставание в сроках недопустимо. Переселяйтесь сюда все. Пока переселимся. Мы пообещали 1 сентября, а у нас не может быть 2 сентября. Тем не менее, Серпуховский МФС станет одним из самых крупных в регионе. Здесь начнут работу десятки окон и специальный бизнес-отдел. Тысячи человек ежедневно смогут получать все необходимые услуги в новом современном помещении. У всех какие-то закуточки. Там уголочек, там уголочек. Мы планировали, чтобы зашел заявитель, и сразу все было доступно и видно. Все на одной площадке. В ходе объезда Дмитрий Жариков вместе со своими заместителями проверяет, как идут работы по благоустройству. Один из объектов – двор на улице Ворошилова. Здесь делегацию встречают местные жители. Рядом с домами установили несколько спортивных и детских объектов. Однако жители недовольны, что на одном из них до сих пор не специального покрытия. Ребенок на моих глазах не напал. Если обратите внимание, прям под лестницей видите, там вообще щебенка не кидали, потому что яма. Глава Серпухова дает поручение подрядчикам срочно исправить ситуацию. На площадке для воркаута уложат асфальт. Вместе с этим новое покрытие появится и в соседнем дворе. Здесь делают новые парковки и освещение. Однако жители жалуются и на содержание двора. Но взять на себя все работы администрация города попросту не может. Разъясняя основу жилищного кодекса, приходится на месте. Вы имеете право требовать по управляющей компании выполнение тех или иных работ. Вот молодой человек говорил по поводу кронирования деревьев. Это все входит в платежку. То есть вы имеете право требовать от управляющей компании. В ходе объезда глава города проверяет состояние скверов и парков. В этом году многие места отдыха заметно преобразились. На площади 49-й армии приступили к укладке асфальта на тротуарах и замене дорожного покрытия возле остановки. Уже сейчас можно увидеть, что сквер изменился до неузнаваемости. Осенью здесь высадят новые деревья. Совсем другим стал и сквер на улице Советской. Здесь основные работы уже завершены. Установлены лавочки и появился газон. Но на этом решили не останавливаться. Третий обновленный сквер появится в центре города, напротив памятника Чехову. Здесь работы только начались, но по плану должны завершиться уже через месяц. На постоянном контроле состояние детских учреждений. Строительство центра «Шанс» Дмитрий Жариков проверяет еженедельно. Здесь работы идут по графику. По словам подрядчиков, через неделю закончат внешнюю отделку и приступят к внутренней. Проанализация, все, до вторника, мы уже разводку все сделаем. То есть прогибаем, да, основные отверстия, все сделаем. То есть это будет следующая пятница, это все отверстия. Закончить все работы планируют в начале октября. Но основное строительство и реконструкция завершатся уже через пару недель. Масштабное благоустройство должно стать главным подарком жителям Серпухова к дню города. У Серпуховского отделения Ассоциации председателей Советов многоквартирных домов Московской области теперь есть свой руководитель. На втором по счету собраний им единогласно избрана Галина Гуменюк. Главной задачей на своем посту она считает защиту жителей многоэтажек от несправедливых решений, управляющих компаний, а также контроль за содержанием и ремонтом общего имущества в домах и качеством предоставляемых коммунальных услуг. Все в руках собственников. Они должны, кто, как они, лучше знать свой дом. Не управляющая компания, а они знают, что там у них в подвале, что там на кровле, что у них в подъезде. Вот, естественно, и свои предложения должны доносить и сообща работать. Это я считаю, что когда будет созидание между собственниками дома и управляющей компанией, будет результат. Фитнес для мозга. Специальная методика, которая пришла к нам из Китая, поможет раскрыть в ребенке уникальные способности. Складывать, вычитать и умножать большие цифры, концентрировать внимание и развивать память. Этому готовы научить специалисты Центра интеллектуального развития «Дети будущего», в котором дошкольники и школьники занимаются с педагогом ментальной арифметикой. Инна Шинина наблюдала за успехами ребят на открытом уроке. Карьеры, счастливые случаи, подходящие партии, выигрыши, кукиши с маслом, щелчки по носу и прочь. 30. Анна выразительно читает прозу и в то же время складывает цифры. Ответ выдает быстро, четко и правильно. Подобные задачи умеют выполнять и другие воспитанники Центра «Дети будущего». На занятиях ребята развивают оба полушария головного мозга, отвечающие как за логику, так и за творчество. Обучение в Центре ментальной арифметики начинается с освоения техники счета на косточках – абакусе. «Самый главный инструмент в ментальной арифметике – это абакус. По-русски это счеты. Благодаря этим счетам дети развиваются очень интенсивно. У них развивается правое и левое полушария. Это даёт гармонизацию, и ребёнок становится очень активным, внимательным». Косточки имеют заострённые края. Это развивает мелкую моторику. На абакусе можно складывать, вычитать, делить, умножать и даже извлекать корни числа. Появились эти удивительные счеты, предположительно, в древнем Вавилоне 3000 лет до н.э. И до сих пор открытие абакуса считается переломным моментом в истории математики. Центр интеллектуального развития «Дети будущего» разместился на территории Серпуховского бизнес-инкубатора. «Людмила Борисовна, она сама молодец, по школам ходила, разъясняла, доказывала, показывала. Детей, ну скажем так, вначале делала как пример, родителям показала. А теперь уже я чувствую, что развивается бизнес, молодец она». На второй ступени обучения дети учатся вычислять в уме, рисуя картинку абстрактных счётов у себя в голове. Они начинают мыслить творчески. Сложные задачи решаются с лёгкостью. У ребёнка развивается способность добиваться успеха в любом деле. «Вообще даёт хорошее развитие памяти, потому что у меня память рыбья, я практически сразу всё забываю. Но память хорошо у меня развили. Также какие-то элементарные чисто быстро складывать иногда помогает. Ну и также просто развитие, умею теперь писать левой рукой». Уникальная методика развития умственных способностей детей рассчитана на ребят от 4 до 16 лет. Родители дошкольников тоже видят реальные результаты интеллектуального обучения. «Мы очень довольны занятиями, нам очень нравится, потому что мы любим заниматься с ребёнком, потому что это важно. И Людмила Борисовна, мне кажется, очень профессиональный педагог». Специалисты особенно рекомендуют занятия ментальной арифметикой ребятам с математическим складом ума. Если ребёнок явно предрасположен к гуманитарным предметам, такая арифметика может оказаться ему не под силу. Главное – посещать занятия с удовольствием. Поездка начинается с кассы. В этом году центральная пригородная пассажирская компания отремонтировала в Серпухове кассы по продаже билетов на электропоезда и прилегающую территорию с учётом интересов маломобильных групп населения. Ремонт выполнен в корпоративном стиле РЖД. Тёмно-серый низ, светло-серый верх и красная полоса. Также специалисты привели в порядок сход с моста. Преобразилась и сама платформа. Старый асфальт заменили брусчаткой с тактильными полосами для слабовидящих. Установлены новые скамейки, урны и информационные стенды. Появились дополнительные навесы. Замечаю то, что более облагороженным всё стало. Естественно, вот и плитку, и навесы, которые мы сейчас видим, раньше я, например, не замечала. Я езжу довольно-таки часто, потому что у меня дача здесь неподалёку. И из Москвы, как посажусь на электричку. Честно говоря, мы проездом сами. Так что мне хорошее впечатление. Приятно как-то выглядит всё красиво. Специалистам РЖД предстоит ещё завершить ремонт ступеней пешеходного моста. В Серпухов приехал московский цирк «Шапито Пилигрим». Обезьяны и медведи, жонглёры и акробаты, лазермен со световым шоу и, конечно же, клоуны. Выступления продлятся до 3 сентября. Артисты цирка решили устроить праздник и ребятам из реабилитационного центра «Меридиан», подарив им билеты на своё представление. Мария Смирнова впервые в жизни видит клоуна. От неожиданной встречи даже немного робеет. Но уже спустя несколько секунд начинает общаться с ним, задаёт вопросы, делится секретами. Клоун Стёпа к ребятам пришёл не с пустыми руками. Он подарил билеты на своё представление. Для детей, находящихся в непростой жизненной ситуации, поход в цирк станет настоящим праздником. Я никогда ещё не была в цирке. И только во снах, если. И я очень благодарна клоуну, что он нас приглашает, что он нам подарил билет. В цирке можно увидеть разных птиц и зверей. Молодой полугодовалый медведь Семён Семёнович с интересом осматривается на новом месте. Он пока не принимает участие в представлении, только готовится стать артистом. Его коллеги по цеху, итальянские коникорсы, напротив циркачи со стажем. В представлении активно участвовали не только дети, но и родители. Некоторые даже отказывались покидать арену. Идите домой! Мы стараемся и тоньше шутить где-то, а где-то и потолще. То есть на разнообразную аудиторию, на старый, на млад. Оригинальные номера воздушных и силовых гимнастов зрители приветствовали аплодисментами. Впечатления очень большие. У меня вот я с сестрой и сестра, а у меня боялась, прям так прижималась к маме. Мне очень понравилось. Сырка, это с головы! Выступления московского цирка Шапито Пелегрим состоятся в эти выходные и 1, 2, 3 сентября. Билеты можно приобрести в кассе со стороны Борисовского шоссе. Для детей до 3 лет вход на представление бесплатный. На сегодня это все. Сразу после новостей прогноз погоды. Не забывайте, мы есть в сети интернет. На нашем сайте otv.media.ru В социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке, Инстаграме и на официальном сайте администрации города. Всего вам самого доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!